Давай. Зелёный. Уже извинитесь и забудем об этом. Мне совершенно не за что извиняться. Энди? Я на месте, жду тебя. Чей это телефон? Тут рядом свой друг. Я преподам тебе урок. Отдайте телефон. Ты понесёшь наказание и познаешь жестокость. Фильм рассказывает историю о мужчине, который агрессивно реагирует, когда женщина невежливо сигналит ему на светофоре. И тут вы подумаете, ну с кем не бывает. Чуть ли не каждый день сталкиваешься с дорожными хамами. Не лезь же в драку с каждым. Но Рассел Кроу иного мнения. Явно неуравновешенный мужчина становится одержимым местью. Втянув мать-одиночку с ребёнком-подростком в смертельную игру в кошки-мышки. Теперь он не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и её сына не остаётся другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре. Вот он, герой нашего времени. Дата релиза была 31 июля. В интернете можно, конечно, найти уже этот фильм, но не в лучшем качестве. Советую запастись терпением и подождать немного. Большинство киноманов думают, что для такого опытного актёра, как Кроу, такая роль будет словно прогулка по парку, поскольку у его персонажей есть только одна центральная эмоция – чистый гнев. Но дав интервью, Рассел отметил, что очень сложно играть персонажа, не используя ни юмор, ни очарование, ни человеческие чувства. Этот герой – полный социопат. На мой взгляд, актёр выложился на максимум. Рассел в интервью подчеркнул, что именно с таким гневом сталкиваемся мы все каждый день. В супермаркете из-за туалетной бумаги, в клубах, в школах – везде люди выходят из себя, казалось бы, из-за пустяков. Пандемия коронавируса привела к тому, что покупатели в магазинах поначалу сражались за такие вещи, как булочки с начинкой и макаронные изделия, в то время как массовые расстрелы, такие как нападения на гей-клуб в Орландо в 2016 году, стали стратегически обычными в последние годы. «Что мы видим?» – спрашивает Кроу. «И почему это произошло?» «Именно поэтому мне стало ясно, что фильм говорит нечто гораздо более важное», – подчеркивает актёр. Будет здорово, если после просмотра публика задаст себе важные вопросы о нашем обществе. А вас что-то доводило до точки кипения? Сталкивались ли вы с несправедливостью и как реагировали? Давайте поделимся и посмотрим, сколько нас таких неистовых. Обязательно пишите комментарии. Далее предупреждаю, что будет разбор фильма и будут спойлеры. Отказываясь от контекста или вежливой прелюдии, фильм Деррика Борта начинается с кровавого, пьяного до безумия пролога. Том припаркованный на пригородной улице во время грозового дождя, зажигая спички и наблюдая, как они сгорают. Вы не будете готовы к тому, насколько быстро всё обостряется. Он выходит из машины с топором, взламывает входную дверь ближайшего дома. Видя испуганную пару внутри, поджигает дом и уходит в ночь. Впоследствии фильм переключает своё внимание на одну из главных ролей. Рэйчел – мать-одиночка. Роль которой прописана лениво, искудно. И постоянно присутствующего при ней по годам зрелого ребёнка. Рэйчел по профессии парикмахер. И последние несколько дней – это лишь безвылазная череда неудач. Она проспала, была уволена из-за крупного клиента салона. Намучилась бракоразводническим процессом. Ребёнок тоже страдает от импульсивности и безответственности своих родителей. И в завершении, как говорится, беда не приходит одна. В догонку мать ещё и нарвалась в час пик на психопата Тома на пикапе. Рэйчел даже не задумывается о последствиях и, несмотря на присутствие своего же ребёнка в машине, наотрез отказывается извиняться перед психом. И ежедневная ссора на светофоре от обмена враждебными высказываниями переходит в преследование её на заправке. А затем, похитив её телефон, психопат довольно творчески убивает людей из её контактов. И по иронии судьбы первой жертвой стал её адвокат по разводу. Поначалу вам, возможно, будет жаль Тома. Его тоже потрепала судьба злодейка. Он потерял работу и семью. И просил лишь он человечности от Рэйчел и простых извинений. А получил агрессию. И Рэйчел, разворошив муравейник палкой, теперь вынуждена буквально спасаться бегом. Ну что же, кто победит и каким количеством жертв закончится эта история, вы узнаете в фильме. Не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями этим роликом и написать интересный комментарий. Вы были на канале Киноохота. Всем пока!